Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 18 августа. Память святых мучеников Флора и Лавра. Святые мученики Флор и Лавр были братьями не только по плоти, но и по духу, так как оба единодушно веровали во Христа и угождали ему добрыми делами. По занятию они были каменщиками. Учителями их были благочестивые мужи Прокол и Максим, от которых вместе с ремеслом они научились и богоугодной жизни по правилам христианской веры. За веру во Христа сперва преданы были смерти их учителя, а потом, спустя некоторое время, вслед за учителями своими, и они унаследовали мученические венцы, приняв страдавческую смерть от правителя Иллирии Литиона. Проводом к страданию у них был следующий случай. Некий правитель соседней страны обратился к правителю Иллирии с просьбой прислать ему искусных каменщиков для построения великолепного каменного храма языческим богам. Так как самыми искусными в стране знатоками этого дела были святые Флор и Лавр, то реки он и отправился к этому правителю. Сооружая, согласно воле последнего храм, святые братья раздавали бедным плату, получая ему ими за свой труд, и при этом учили бедных святой вере во Христа. Сами они всегда проводили время в посте, молитве и трудах, ночью молились, а днем производили свои работы. Пищу принимали в малом количестве, зато обильно кормили голодных и бедных. Действуя таким образом, они обратили к христианской вере не только презреваемых ими бедняков, но и одного языческого жреца с его сыном. Случилось это так. В один день, когда святые братья тесали камень, к ним подошел сын жреца, молодой юноша, и ставший близко смотрел на их работу. Вдруг от камня отскочил осколок, ударил юношу в глаз и выбил его. От боли юноша закричал, на его крик прибежал отец его языческий жрец. Видя, что лицо сына окровавлено и глаз выпал, он разорвал от горя на себе одежды, стал бронить святых работников и бросился было на них, чтобы их побить. Но его удержали бывшие тут же другие рабочие. Удостоверяя невинность святых братьев, они говорили, что виноват в своем несчастье сам юноша, потому что он близко подошел к ним, в то время как они тесали камень. И смотрел на их работу, не принимая мер предосторожности. Святые угодники Божьи Флоры и Лавр, стараясь успокоить жреца, обещали скоро исцелить глаз его сыну и сделать его настолько же зрячим, как и прежде. После этого они взяли юношу на ночь к себе в дом и стали учить его познание единого истинного Бога Иисуса Христа. Причем говорили ему, если будешь всем сердцем веровать в того Бога, о котором мы возвещаем тебе, то глаз мой скоро будет здоров. Если глаз мой станет таким же, как был прежде, ответил юноша, то я уверую в вашего Бога и буду чтить его. Без сомнения больше надежит веровать в того Бога, который исцеляет больных и возвращает зрение святым, нежели в тех Богов, которые не только больных не исцеляют, но и здоровых делают больными. При этом юноша рассказал святым о таком происшествии. Есть, сказал он, среди наших жрецов один жрец по имени Ерм. Когда за несколько лет перед этим хотели поставить его жреческое звание, то привели к идолу Зевса, чтобы возложить руку идола на его голову. Такой существует у нас обряд при поставлении в жречество. Он состоит в том, что руку идола, приделанную к плечам и движущуюся в суставе, жрецы при помощи серебряной цепи поднимают кверху, а потом спускают на голову поставляемого. Когда эту руку спускали на голову Ерма, то серебряная цепь специально высказала из рук державшего ее. И рука идола, упав на лицо Ерма, ободрала ее ногтями вплоть до костей, так что до сего дня издалека видны зубы его. И ни один бог не оказал ему помощи, напротив, ему делается все хуже. Когда юноша рассказал об этом происшествии, святые Флор и Лар со слезами начали молиться Богу о том, чтобы он исцелил юношу и просветил не только его телесный глаз, но и душевные его очи. После усердной молитвы они осенили больной глаз юноши крестным знаменем, и глаз немедленно зажил, сделался совершенно здоровым и так же хорошо видел, как и прежде. Вследствие такого чуда уверовал во Христа не только исцеленный юноша, но и отец его языческий жрец. Имя этому жрецу было Мимертин. И он с этого времени служителя демонов стал рабом Господа нашего Иисуса Христа вместе с сыном своим. После этого святые работники Флор и Лавр, получая в своей работе помощь от Ангела Божия, в короткое время окончили постройкой сооружаемый храм. Но не оставили его для жилища идолова, а освятили его для прославления Пресвятого имени Иисуса Христа. Они поставили в нем к востоку честной крест, и собрав до трехсот человек бедняков, братьев своих по вере, совершили стеночную молитву, прославляя Христа Бога. Во время молитвы сошел свыше свет неизреченной небесной славы и наполнил храм дивным сиянием. По окончании стеночной молитвы все бывшие в храме отправились к стоявшему неподалекую зданию, в котором находились приготовленные для нового храма идолы. И обвязав шеи этих идолов своими поясами, стали влачить их по земле, бить и ломать, и таким образом раздробили их на мелкие части. Узнав об этом всем, областеначальник велел схватить Флора и Лавра и всех тех, кто были с ними, и в числе последних Мамертина и сына его. Всех бывших со святыми он приговорил к сожжению, а их самих, предав жестокому избиению, велел связать и отослать к правителю Иллирии и Ликиону. Ликион отстоятельно расспросил их обо всем, и узнав, что они христиане и остаются непоколебивыми в своей вере, велел бросить их в глубокий колодец и засыпать землей. Спустя много лет были обретены их святые и многоцелебные мощи, и сесть и перенесены в Константинополь во славу Христа Бога нашего. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok